За три года проведения конкурса на соискание премии были поданы более 45 тысячи проектов. Прошлый год оказался особенно удачным для Одинцовского района. Наши земляки представили самые качественные работы. Всего на рассмотрение жюри ими было подано рекордное количество заявок – 1877 проектов по 10 номинациям. В этом году число номинаций не изменилось, но часть из них переработали. Номинаций все-таки 10. Мы немножечко их скорректировали. И количество победителей, если вы помните, в том году это было 1945, что было привязано к годовщине Великой Отечественной войны, причем такой юбилейной. Но в этом году это 3000 человек. 3000 человек получат премию губернатора. Цель губернаторской программы – стимулировать жителей региона, выступающих социальными инициативами. Как показывает практика, в Московской области проживает много неравнодушных людей, которым есть что предложить и сделать. Проявляются жизненные позиции людей, которые действительно в свободное время делают очень большие дела. И многие из них ни на что не рассчитывают, а делают это и по призыванию души. И это правильно было абсолютно сделать, чтобы это отмечать, чтобы это нашло соревновательный характер, вдохновить людей. И с одной стороны и денежные премии, с другой стороны, конечно, это очень почетная, замечательная церемония вручения самих премий. И вообще об этих людях начинать узнавать. Это очень важное событие. С каждым годом число участников премии «Наша Подмосковья» растет. Солидные денежные призы и общественные признания убеждают все больше людей, что их идеи не только выслушивают, но и слышат. В 2015 году в премии приняли участие люди разных социальных уровней и возрастов, в том числе ветераны Великой Отечественной войны. Они даже подготовили вместе с подрастающим поколением хорошую себе информационную презентацию и очень достойно выступали. После этого, разумеется, все остальные, кто выступали, они были уже заряжены таким духом и патриотизмом, и любви к своей родине, и к тому делу, которым они занимаются. Премия проходит в три этапа. С 4 апреля по 31 июля жюри будет принимать заявки, которые оценят до 31 октября. В начале ноября победителей ждет награждение. В течение всего года общественные палаты районов будут оказывать соискателем премии консультационную и информационную поддержку. Очень много молодых, что меня очень поразило, потому что все время кажется, что это люди постарше, которым уже вроде как они свое работают, дорабатывают, и хочется что-то нового. Но очень много молодежи, поэтому вынесли предложение активной Подмосковью номинацию разделить на две части. Это молодежь МО и в движении. В этом году организаторы премии решили учредить специальные премии по номинациям «Доброе сердце», «Молодежь МО» и «Культ Просвет». Они присуждаются в размере 100 тысяч рублей. Общий же призовой фонд, несмотря на сложности в экономике, не изменился. Он по-прежнему составит 180 миллионов рублей. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.